Церковь осознает Приносит в жертву за других И потому верим Что эта жертва смывает все грехи Которые человек совершил Если мы кричим Проповедуем И поем, что любим Бога А ближнего своего ненавидим Тогда мы лжицы По словам апостола любви Иоанна Богослова Я солидарен с отцом Андреем Кураевым Отцом Андреем Ходочкиным И прочими священнослужителями И мирянами выступающим Против войны Насилия и аннексия территории Соседнего государства Украины Если церковные правила Формируются в угоду Политическим заказам И указания священно-началия Противоречат слову Божьему Тогда они должны быть Отвергнуты Я не читаю во время литургии Молитвенных сочинений патриарха Кирилла Гундяева Как нарушающий Богослужебный строй И противоречащий Ивангельскому духу любви Я читаю гересью патриарха Многие высказывания На одно из них вопиющее Обещание Царства Небесное Тому, кто погибает На поле прани Убивая других людей Ну чушь какая-то Украинская Да, молодцы Украину пытаетесь Когда вы призываете разделить Не кажется ли вам, что Если так по этническому Регулиозному принципу Россия отличается намного сильнее Между регионами И призывает Озвучивая такие вещи Вы сделаете плохую услугу Своей собственной стране Я исхожу Из ситуации в Российской империи Если была бы Киевская губерния Житомирская Бессарабская Никакого Майдана бы не было Никаких Тимошенко бы не было Никаких Кличко бы не было близко Вот я о чем говорю Я говорю, что это у вас беда Это не у нас Вы что, как нищие Стоите на паперке европейской И бросите Брюссель Дайте денег Москва Гордые Живите за свой счет Я ни у кого рубля не взял в жизнь А вы живете за чужой счет сюда На чужих землях Донбасс это Россия Крым Россия Одесса Россия Приднестровье Россия Ваши земли Львов Вот там живите И будет маленькое украинское государство Как Словакия, Болгария Будет полная тишина Утром галушки В обед галушки Вечером галушки Под Новый год Жбан Это и как ее Перцовочки Все Что вы лезете 15 миллиардов Что нашим детям Деньги не нужны Нашим женщинам не нужны Нашей стране не нужны За чужой счет Живете государство Вы не государство Вы нахлебник Издевенец Вы мертвое государство Европы Есть еще вопросы Фабрику мою захватили Город Костополь Моя фабрика Что она на Украину работает Вы же Европу хотите Верните собственность Незаконно Не будем голосовать И за Харьковские соглашения не голосовали И за одно соглашение с Украиной ЛГБР никогда не даст ни одного голоса Пожалуйста По постановлению Не будем голосовать Я сказал по русски И не в Украине А на Украине Это норма русского языка На Урале А не в Урале На Кавказе На Каспии На Черном море Эти устоявшиеся выражения И никогда я не скажу В Украине Это идиотизм Ломать русский язык не позволим Вы же понимаете Я не призываю к расколу Говорю о том Что пока Украина Не разделится На православную Католическую Мира у вас не будет Живите хоть еще Тысячу лет Как сейчас живете У вас будет господство смахну А в разъезд Ничего не идет У нас многопартийная демократия Черт мой За Лавровым повторять вещи Мы оппозиция Мы депутаты Мы за Харьковские соглашения Не голосовались здесь Мы не хотим никому помогать Пусть все живут за свой счет Вот наша позиция Мы всех любим Уважаем Но на Хлебников Терпеть не желаем До свидания Первыми флаг Надре Ихстагом Водрузили не грузин Мелитон Кантария И русский Михаил Егоров Попавшие во все Советские учебники истории А казах Рахимжан Кашкарбаев И кунгурский татарин Григорий Булатов Подвиг якобы Екатеринославского солдата Александра Матросова Закрывшего грудью Амбразуру немецкого дзота Активно освещался В советских газетах Книгах и фильмах В русском языке Даже сформировался Соответствующий фразеологизм Немногие знают Что настоящая фамилия Матросова Мухамедзянов А имя Шакирьян Родился Шакирьян Юнусович Мухамедзянов Не в Екатеринославе Как утверждала советская пропаганда А в деревне Кунагбаева Учалинского района Башкортостана Великий полководец Красной армии Василий Иванович Чапаев На самом деле Был не русским А чувашим В столице Чувашии Городе Чебоксары Находится музей Великому чувашскому полководцу Ермак Это предатель Тюркских народов Эрмек Бандит Финансируемый Олигархом Строгановым В советские времена Свободно Можно было прочитать В специальной литературе Правду О Ермаке Татарском разбойнике Душегубе Клятва преступники Преобразованном При переписывании Истории По заданию Екатерины Второй В донского казака Ермака Тимофеевича Радио Изобрел Не Александр Попов А немецкий профессор Из Карлсрюе Генрих Герц Питерский электротехник Лишь усовершенствовал Изобретение Герца Автомат АК-47 Изобрел Не самоучка Михаил Калашников А конструкторское бюро Хуга Шмайсера Битва на Куликовском поле В 1380 году Дмитрия Донского Была не против Орды Тахтамыша А против Узурпатора Мамая Потому что царем Которого признал Якобы русский князь Был именно Татарский Ордынский царь А Мамай Которого победила Войско Донского Был самозванцем Узурпатором От которого Донской Защищал Тахтамыша И ничего Даже близкого Освобождению От Татар У него В голове Не было А ведь это Святая Святых Великой Русской Истории Иго То есть Зависимость Московии От Тюрок Не закончилась В 1480 году А в стоянии На реке Угре Произошла Передача Вассала Московии От Казанского Ханства К Крымскому Ханству Крыму Москва платила Дань До 1700 Года И такое Понятие Как российское Государство Появилось Лишь с приходом К власти Петра Первого Ставленника Европы Полностью Зависимого От денег И научных Достижений Западного Мира Екатерина Вторая Это не Русская Царица Ее Настоящее Имя София Августа Фредерика Ангальд Цербская Дочь Прусского Генерал Фельдмаршала Кристиана Августа Ангальд Цербского Екатерина Пришла К власти В ходе Государственного Переворота Незаконного Захвата Власти С помощью Радикальных Молодчиков Свергнув С престола Петра Третьего Внука Петра Первого Иван Грозный Никакой Нерусский Царь Исповедовавший Православное Христианство На шлеме Якобы Русского Царя Красуется Арабская Надпись Аллах Мухаммед Эти слова Являются Сокращенной Версией Известного Выражения Велик Аллах И Мухаммед Пророк Его Подобная Надпись Была и На церковном Одеянии Бывшего Патриарха РПЦ Алексея Второго Пока Известный Политик И востоковед Евгений Примаков Не указал На этот Факт Иван Грозный Как и Вся Династия Рюриковичей Это сперва Подчиненные Вассалы А после Правоприемники Золотой Орды Романовы Это Ставленники Запада Пиндосы Геерапейцы Как сейчас Сказали бы Путинофилы Переворот 1917 Года Это тоже Дело рук Запада На немецкие И американские Деньги Ленин И компания Передали Управление Россией Из рук Одних Геерапейцев В руки Других Развал СССР 1991 Года Аналогичная История Или вы Все еще Верите В независимость России Может Хватит Заниматься Постоянным Вставанием С колен И смириться Что никогда Никакой России Как свободного Независимого Государства Не было А была Лишь Колония И таковой Она будет Оставаться До тех пор Пока из Общности Называемой Российским Народом Не сформируется Наконец Не только Сильная Но и Здравомыслящая Нация Нация Наконец